Валерий Черкаев пришел работать на Михайловский строящийся рудник весной 1958 года, сразу после школы. Ему едва исполнилось 18 и был принят на должность помощника электромонтера. Когда я пришел туда работать, стоя на одном борту карьера, можно разговаривать с человеком, который стоял на втором борту карьера. То есть легко, без усиления звука, все это виделось, слышалось. Поначалу пареньку, недавно закончившему школу, доверили в составе бригады устанавливать линию электропередач, ведущую в карьер. Валерий Иванович вспоминает, механических вспомогательных средств почти не было. Большую часть работ, в том числе спил деревьев, подстолбы, их ошкуривание, да и многое другое приходилось делать вручную. И надо было строить электрические линии в карьер, бортовые линии, для питания вот этих последствий будущих главных землекопов в карьере. И основной инструмент у меня был, это топор и лопата. Это на протяжении приличного времени, потому что линии электропередачи ставили на деревянных опорах, вручную. Разумеется, техники у нас не было никакой, ни ямоборов, ни крана подъемного, ничего, только физическая сила. Моя задача была выпасть ямы глубиной полтора метра, двадцать, полтора метра, так, чтобы можно было опору поставить. Справлялся молодой работник отлично. Через пару месяцев Валерию Ивановичу доверили монтаж электрооборудования на самых первых экскаваторах, приходивших в карьер. В этой непростой и крайне ответственной работе ему повезло с первым наставником, который не только помог ему в освоении азов электротехники, но и привил любовь к профессии. Инженер Суралмаша завода, очень опытный инженер, специалист, научил меня, как присоединять правильно провода на экскаваторе, как раскладывать шланги с кабелями. Работать с электрикой Валерию Ивановичу нравилось. Через год он заочно поступает в Московский горный институт на специальность электротехника. Одновременно работает в группе электрослесарей по обслуживанию экскаваторов. Успешно закончив вуз, возглавляет отдел наладчиков карьерных экскаваторов. И вот бывало, ночью подъедет газончик, слышу, все, это за мной поехал. И приходилось иной раз и сутками бывать. Где-то что-то отгорело, что-то поломалось. Надо найти, неисправно, где-то перекрылись провода, там перемкнули. Позже Валерий Иванович возглавил лабораторию электропривода в Центральной лаборатории Михайловского ГОКа. А с 1977 года и до выхода на пенсию Валерий Черкаев занимал ведущие инженерные должности в рудоавтоматике. Продолжение следует...